Привет! С вами Ирина Фонина. Сегодня я покажу, как я делаю открытку с элементами Микс Медиа. Для работы понадобится скраб бумага размером 10х14,5 см, акварельная бумага такого же размера, пивной картон 9х13,5 см и основы для открытки размером 10,5х15 см в сложенном виде. Для декора пригодится чипборд в виде веточек, надпись, кружевные подвески. Я буду использовать тканевые цветы. Также буду делать горячий эмбосинг и использовать штампы с контурными ножами и акриловую краску. Начинаю с подготовки фона. Сначала порву скраб бумагу так, чтобы в середине был виден фон. На акварельной бумаге отмечаю карандашом область, которая будет видна. Эту область я покрашу акриловой краской. Краска достаточно густая и быстро сохнущая. Распределяю ее спонжем на деревянные ручки. Я покрашу небольшую полоску бумаги, которая будет служить подложкой для надписи. Я советую выбрать один главный цвет для работы, чтобы он был основным акцентом, а другие цвета подбирать в дополнение. Я подождала, пока краска высохнет. Теперь буду делать горячий эмбосинг. Обрабатываю поверхность антистатической подушечкой, чтобы пудра не прилипала повсюду. Фоновый штамп нужно аккуратно отделить от подложки. Креплю его к акриловому блоку и покрываю прозрачными чернилами. Затем делаю отпечаток. Посыпаю отпечаток пудрой для эмбосинга, которая прилипает к чернилам. А остатки высыпаю обратно в баночку. Пудру нужно расплавить горячим потоком воздуха. Для этого лучше использовать специальный эмбосинг. Субтитры создавал DimaTorzok Повторяю этот процесс на остальных участках, пока полностью не покрою цветную полоску узором. Также с помощью горячего эмбосинга я сделала бабочек. Удобно, что в наборе со штампами есть ножи для вырубки, которыми я вырезала бабочек точно по контуру. Я уже разложила элементы на открытке и добавляю веточки из чип-борда. Если веточки слишком большие, их можно разделить на небольшие фрагменты, разрезав ножницами. Также готовлю надпись. Наклеиваю ее на цветную подложку, а под нее небольшую полоску чип-борда для объема. Продолжение следует... На веточках из чип-борда я тоже сделаю горячий эмбосинг. Здесь я буду использовать прозрачные чернила с аппликатором, которым удобно наносить их на небольшие детали. И к тому же я по очереди буду использовать два цвета пудры. Посмотрите, как я это делаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Кружевные подвески обычно продаются белого цвета. И я решила, что мне их нужно немного затонировать, чтобы они лучше вписались в мою работу. Я использую для этого серые чернила из чернильной подушечки и кисточку с резервуаром для воды. Просто у меня они всегда под рукой. Подкрасить текстильные детали можно и акварелью, и даже в чай или кофе. Начинаю собирать открытку. Сначала приклею скраб-бумагу к фоновому листу. После этого подклею с обратной стороны пивной картон. Он придает объем и выравнивает основу. И все это приклеиваю на сложенную пополам заготовку. Продолжение следует... Продолжение следует... Я буду приклеивать объемные детали на клеевой термопистолет. Для чип-бордов и бумаги я буду использовать клей или скотч. Приклеивать нужно, начиная с нижних слоев. Затем можно перейти к крупным деталям, чтобы они заняли свое место в композиции. И так деталь за деталью собирается открытка. КОНЕЦ Затем можно перейти к крупным деталям, чтобы они заняли свое место в композиции. Финальный штрих это добавление топпингов. Я добавлю немного бисера и пайеток. Теперь работа завершена. Надеюсь, что вам понравился мастер-класс. Спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч!